Господи помилуй, Господи помилуй О Вселенских Соборах Ныне Святая Церковь вспоминает и прославляет святых и богоносных отцов Первого Вселенского Собора, созданных святым равноапостолом Константином в Никее в 325 году для утверждения истинного учения о Божестве Иисуса Христа против ложного учения Ария, не признававшего Сына Божия, вечным и единосущным Отцу. Святые Отцы, собравшиеся на Собор, доказав еретикам и священному описанию предания апостольского и здравого разума Божественности Иисуса Христа, опровергли богохульное учение Ария сообщниками и на память всем будущим родам изложили истинное учение символе, то есть в кратком изложении веры. Который возглашается как бы другую громогласную во всеобщее услышание при всякой литургии. Он начинается, как все вы знаете словами, верою во единого Бога Отца и прочее. Достойные и праведно увлажаются Церковью Святые Отцы Вселенского Собора, ибо они отстояли нам, у богоборных еретиков, целость и непорочность святой веры нашей православной и защитили божественное достоинство и честь Сына Божия, от правой веры в Которого с Отцом и Духом Святым зависит наша вечная жизнь. Для получения жизни вечной нужно правильное познание истинного Бога и посланного им Иисуса Христа, как и всего учения Его, заповедей Его, а не искаженное ложными мудрованиями еретиков и раскольников, ибо там хаос заблуждений, возведенных в догматы. В противном случае невозможно человеку достигнуть жизни вечной. Святой Апостол Павел говорит, «Кто благовестует вам не то, что вы приняли, да будет анафема» в послании к Галатам, то есть навсегда отключен от Господа и от вечной жизни. Но чтобы иметь правильное, верное, спасительное познание Бога, для этого нужно быть членом Церкви Божией, в которую, как бы в богатую сокровищницу, апостолы в полноте положили все, что принадлежит истине, и которой есть дверь жизни, входящая в жизнь вечную. По словам святого Иеринея, только в Церкви можно всегда услышать истинное учение о Боге и иметь все средства ко спасению и к жизни вечной, а вне Церкви нет спасения. Для получения жизни вечной надо бы не холодным только умом и сердцем знать Бога, причем будто не беда позволять тебе увлекаться пристратием к житейскому, что нелепо, а надобно доказать познание Бога теплотой и чувства и горячую сердечную к Нему любовью, исправлением всего жития своего, отвержением страстей и пристрастий житейских, греховных навыков или привычек, наклонностей, поползновений ко греху, успехам во всякой добродетели, стремлением непрестанным к святости и совершенству. «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, говорит Христос. Во всех посланиях своих к новообращенным христианам святые апостолы увещевают их с познанием Бога соединять исправление жизни и успевать во всякой добродетели. Итак, если желаешь вечной жизни, то старайся опознать Бога, не умом только холодным, но всем сердцем, делами докажи познание Его. Ты знаешь, что Бог свят, старайся быть и сам святым. Знаешь, что Бог благ и милосерд, и ты будь сострадателен, снисходителен и милосерден. Знаешь, что Бог долготерпелив, и ты долготерпи. Терпением вашим спасайте души ваши, претерпевший же до конца спасется, говорит Господь. Знаешь, что Бог правосуден, и ты наблюдаешь справедливость во всем. Знаешь, что Бог прищедр, и щедрота Его на всех делах Его. И ты перестань быть скупым и наносить хулу всесчедрому Твоей скупостью. Знаешь, что Бог причист, и ты возлюбишь чистоту душевную, и телесную, и внушайся нечистоты греха. Особенно нечистоты плотской. Знаешь, что Иисус Христос учил о пользе и необходимости поста для человека. Старайся и ты быть воздержанным. Не противоречь сам себе, зная одно, а делая совсем другое. Вот такое познание Бога и Христа приведет тебя верно в вечной жизни. Аминь.